Послушайте, я не знаю, какой был смысл. Дело в том, что у Владимира Варуина есть только одна проблема. Я всегда говорил, что многие вещи при нем были хорошими в стране. Когда он был президентом, если у кого-то были деньги в стране, кроме него, он считал это личным оскорблением. И это мне цитата ваша знакома. Да, то есть, понимаете, я всегда говорил правду, поэтому, послушайте, что они устроили, единственное, чего они добились сегодня, они добились полного хаоса. Воронин пошел с Додоном, чтобы сэкономить на предвыборной кампании, или что? Я просто понять могу не могу. Он то же количество людей мог тогда провести в парламент. Это нужно было Додону. Чего хотел добиться Додон? Додон, чтобы вы знали, говорил не только с Воронина, а говорил практически со всеми, которые, а, могут отобрать у него хотя бы 0,1%, еще раз внимательно, 0,1%, 2, то есть, план Додона следующий, чтобы некому было его критиковать в эту кампанию, раз, два, ему нужна торпеда, которая будет хаять всех, потому что Додон уже не просто символ коррупции, а еще и символ недоверия, все то, что Додон иногда даже говорит какую-то правду, люди считают, что он врут, потому что он самый большой лгун за всю историю молдавской политики. И вот сейчас Владимир Николаевич Воронин является торпедой, которая выдает все то, что они там совместно обсуждают. Ему нужны были как можно больше партий в этот блок, чтобы некому было критиковать. И главное, что говорит Додон на закрытых встречах, и в том числе он рассказывал это в Москве, что так и так, значит, когда будут перераспределяться голоса тех, кто не пройдет в следующий парламент, значит, так как сегодня не пропорционально между всеми, не одинаково между всеми делятся проценты тех, кто не прошел, говорит, вот, скорее всего, Майя Санду будет на первом месте, она заберет больше всех, и нам нужно этот процент минимизировать, вот стратегия Додона, понимаете? Есть такая идея, что это не он придумал, а действительно придумано было в Москве, это первое. Второе, что это блок имени Плохотнюка, то есть, куда собираются все его... Короче, идут на постель... Раньше он раскладывал в разную корзину, а теперь решил все собрать. Послушайте, так, а сегодня в разные их там невозможно разложить, потому что все эти шмекеры, которые ушли от коммунистов в Демпартию, оттуда к Шору, или в Промолдова, про Молдову обратно к Шору, вы же видели все вот эти миграции, количество которых за последние годы побило, ну, рекорды всех предыдущих лет молдавской политики. Значит, сегодня собрали всех на последний сенокос, их больше нельзя прятать, как, например, если Плохотнюк раньше играл, выдергивал лупу, разбоя политик требовал придет, хоп, его к демократам, которые набрали процента два. Да, я помню, они прошли, да. Сегодня у него закончились, у Плохотнюка, эти торпеды, новые лица и так далее. И сегодня только собрать все вместе, неважно, кто там стоит, 0.2, 0.3, 0.1, вы увидите, следующий ход в блоке, следующий ход этого блока, про который мы с вами говорим, они хотят взять туда еще пару потерпевших, по-другому их не могу назвать, это люди с узнаваемостью в Молдове, 99.9, они тоже возглавляют там какие-то партии, если они еще, а это сделают, потому что политехнологи, которые ввели Додона на президентские выборы, группа российских политехнологов, они взялись за голову, когда увидели этот блок, и когда я поймал эту реакцию на прошлой неделе, я-то был уверен, что это как раз предложили люди, которые не разбираются в молдавской действительности, и Додон был вынужден просто эту команду, там или задачу выполнять, а когда я узнал, что они как бы сказали, нет, это дебилизм, это оттолкнет и часть социалистов, и часть, и часть Воронина потеряет оставшуюся часть электората,